Добрый день, Павел! Это Борисовский Бате и, конечно же, Брестка и Динамо. Понимаем мы, что команды идут в лидирующей группе. Понятно, одна повыше, другая пониже. Но стоимость ошибки в данном матче, особенно с учетом того, как мало осталось для финиша, она, конечно же, очень высока. Начать хотелось бы все-таки, наверное, не с момента, когда забивает Кривес. Давайте чуть раньше. Это гол Милича с подачи Филипенко, если не ошибаюсь. Есть мнение, бытует такое, что все-таки находился во всаге в данный момент Милич. Прокомментируйте, пожалуйста, можем ли мы это при помощи технических средств отследить и понять, правильно ли был забыть второй гол. Да, давайте обратимся к этому моменту. Он действительно очень интересный. И на первый взгляд, когда мы вот смотрим динамик этот момент, на первый взгляд все легитимно. Все, гол забит после подачи Филипенко скидки в центр. Он добивает. И все вроде красиво. Однако, стоит разобрать этот момент с самого начала. Еще на моменте удара, по-моему, мука исполняет эту подачу. И смотрим, что именно в момент этой передачи, я вот попрошу сделать стоп-кадр, видим, что сразу два игрока Батэ находятся в момент удара в положении вне игры. Сразу отметим, что они не играют в мяч в дальнейшем, да? Ну, вот, например, на дальний там бага, и вот именно он нам интересен. Но, есть вот у нас еще один повторчик. Мы хотим посмотреть, что же он делает, в чем его функция, да, вот этого игрока, который находится изначально в положении игры, но в мяч не играет. Его непосредственная задача, вот конкретно баги мы видим, что он должен воспрепятствовать движению, ну, в данном случае номинального нападающего, но выполняющего функции защитника Лаптева. То есть, он просто фактически преграждает ему дорогу, и в результате чего Лаптев не успевает за Филипенко, и Филипенко беспрепятственно выполняет скидку в центр. То есть, таким образом, игрок, конкретно бага, находясь в положении вне игры, влияет на соперника и мешает ему, скажем так, не дает ему возможность сыграть в мяч. Это есть нарушение правил 11 вне игры. То есть, мы даже отмечаем, что это, по сути, такая домашняя заготовка команды БАТЭ. Видим, что и дальний игрок бага, и ближний, вот, сразу находятся два человека, в зависимости от того, куда пойдет передача, будет отсекаться либо тот, либо иной вариант развития атаки. Поэтому в данной ситуации, хоть этот момент, конечно, он очень непростой, очень сложный, потому что в момент, когда бага мешает Лаптеву двигаться к мячу, этот момент сразу же перекрыт от помощника, и он не видит действия баги. Поэтому здесь очень на первый план выходит взаимодействие, и, по сути, этот момент относится к очень-очень таким серьезным, очень сложным для судейства. То есть, тут должно быть все очень в лед, очень быстро. Должен, главное, сообщить информацию, что бага вмешивается, а помощник должен одновременно ему сообщить информацию о том, что бага находится вне игры. Очень сложный момент. Поэтому мы понимаем, что здесь, ну, как бы, много кто мог бы допустить ошибку в этом моменте. Но, тем не менее, факт остается фактом, этот гол не следовало засчитывать. Спасибо за подробное объяснение. Давайте сразу вернемся к другому голу в этом же матче. Момент, о котором шумит вся белорусская футбольная общественность. Не могли мы обязательно пройти мимо него, поэтому спрашиваю, и мне тоже интересно, был гол или нет. Третий гол. Кривец, удар, мяч отлетает от перекладины. Был гол или нет, Владимир? Если коротко, то нет. Значит, в правилах игры, есть у нас отдельный пункт тоже в правилах определения взятия ворот, и там четко написано, что мяч должен, для того, чтобы был засчитан гол, мяч должен полностью, полностью, это важно, пересечь линию ворот под перекладины между штангами, и тогда будет засчитан гол. Но видим, что, в принципе, на повторе этот мяч не пересекает линию, он ее цепляет, как мы говорим. То есть, проекция мяча, она цепляет линию, и поэтому этот гол нельзя было засчитывать. Владимир, спасибо. Такой вопрос. В первом случае, когда мы говорим про гол, который забивает Милич, вы объяснили, что это, правда, очень сложная механика игры, да, очень сложный момент с точки зрения судейства. Возможно, вы позволите со мной не согласиться. Момент, где попадает мяч в перекладину, потом в линию, если мы правильно говорим, что мяч должен пересечь линию полностью, я думаю, что, опять-таки, возможно, в динамике, но на трансляции, которую я смотрел, казался момент довольно простым, и решение арбитра казалось, ну, мягко говоря, вызывающим недоумение со стороны болельщиков, и меня, как болельщика футбола в частности. Что здесь? Насколько момент сложен? Или это, правда, вот какой-то момент халатности? Или, может быть, судья немного поплыл из-за сложного момента, который был до этого? Нет, я не думаю, что... Ну, во-первых, этот момент сложный был не у него, а у другого помощника. Нет, здесь вопрос лишь в том, что, в принципе, все мы люди, и все мы можем допустить какую-то ошибку, в том числе, когда у помощника неоптимальная позиция, конечно, ему желательно находиться именно по линии ворот в этом моменте, чтобы четко определить, чтобы не было сомнений. Но, однако, мы понимаем, что после удара чисто физически невозможно успеть за мячом и телепортироваться туда, на линию ворот. Поэтому, скажем так, находясь в неоптимальной позиции, и судья просто допустил ошибку. И, собственно, вот только этим мы можем объяснить эту ситуацию. И последний момент. Давайте поговорим о пенальти. Назначены ворота Витебска. Шикавка, да, против него шестой номер Витебска. И когда я смотрел, допустим, трансляцию, по крайней мере, с той камеры, которая телевизионная, ну, для меня большой вопрос, было ли там некое нарушение. Прокомментируйте. Может быть, при помощи технических средств можем повернуть ракурс и посмотреть. Потому что, вот с точки зрения трансляции, я, признаться, какого-то нарушения там не увидел. У меня есть сомнения по поводу этого пенальти, который, кстати, решил исходствовать. Ну, зачастую, в принципе, арбитры, они дают возможность побороться соперникам, допустим, в штрафной площади. Да, мы помним, что не каждый контакт является нарушением. Совершенно верно, да. Однако, все-таки есть какая-то определенная грань, через которую, ну, переходя через которую, защитник все-таки нарушает правила. Поэтому, давайте посмотрим на повторе. У нас есть один такой приближенный повтор. Чуть замедлим его. И видим, что защитник, он левой рукой, левой рукой подталкивает и даже придает, видно, такое ускорение, чтобы нападающий пролетел мимо мяча. Это у него получается. И, собственно, от судьи, благо он находился в хорошей позиции, этот факт не остается незамеченным. Поэтому он совершенно справедливо назначает именно за толчок, за толчок со стороны защитника, он назначает 11-метровый удар. То есть здесь все чисто? Совершенно верно. Хорошо, спасибо большое за этот подробный анализ. Спасибо за все, о чем мы поговорили, за все моменты, за ответы на острые вопросы, которые так нужны сейчас нашей футбольной общественности. Увидимся через неделю, Владимир. Договорились, Павел. Уважаемые любители белорусского футбола, это был очередной выпуск передачи «Судите с нами». Ровно через неделю мы вернемся к самым острым, опасным и интересным моментам белорусского футбола и его судейства. Оставайтесь с нами и любите свой футбол. Субтитры создавал DimaTorzok